Повсюду аварии. Смотрите в этой серии. Скользко! Старый соперник накаляет обстановку. Ты проснулся? И грузовики блестят хромом. Мой же рабочий. Мне неприятно видеть его здесь. И отнимает работу у Джейми. Куайринг получил её. Буквально стащил деньги из моего кармана. Получи, Джеймс. А новобранец? Нет ничего такого, чего я бы не смог сделать на своём экваторе. Сталкивается с суровой действительностью. О буксировщиках переживают только буксировщики. В скалистых горах северо-западной части Северной Америки проходит уникальное шоссе. Как и Хала. Это чудо инженерной мысли. Но когда погода портится... Берегись! Это как Бермудский треугольник для грузовиков. Чтобы ликвидировать заторы, требуется целая армия. Когда шоссе перекрывают, всё замирает. И последняя линия обороны — в пути. Бригада буксировщиков, готовая справиться почти с любой бедой. Потому что закрытие трассы невозможно. Джейми Кевин Адам Брэндон Сэмми Кен Джеймс-младший Шоссе Через Ад Битва буксировщиков Кто-нибудь знает, как выглядит сегодня разбиватель? Разговаривал с Джейми Дэвисом. На шоссе ужасные условия. Суровая буря превратила шоссе Кокихала в зону боевых действий. Этим утром было скользко. Грузовики и автомобили буксуют на холме Сноушет. Повсюду аварии. Застрявшие водители мечтают о том, чтобы оказаться где угодно, только не здесь. Но для одного человека на горе это настоящий праздник. Когда все это начинается, я думаю только о том, что должен добраться туда. Должен добраться туда. Адам Газола с юношеских лет патрулирует шоссе Кокихала. Ему всегда не терпится подцепить на свой крюк крупную работенку. Я всегда боюсь того, что кто-то превзойдет меня и отнимет у меня работу. Для Адама это больше, чем просто работа. Кто-то курит дурь или выпивает. Я же эвакуирую, и это мой наркотик. В прошлом году Адам был признан неоспоримым королем этой горы. Его эвакуатор Heavy Rescue 52 принес больше денег, чем любой другой грузовик из парка Джейми. Адам любит соревноваться. Он не сидит на месте. Отправляешь его на задание, и он выполняет его. Но в этом сезоне Адам больше не единственный сильный игрок на этой горе. Запах денег привлек внимание Элла Квайринга, который управляет зеленым эвакуатором. Да, подтверждаю. Я все еще злюсь из-за этого. У меня кровь кипит. Считаю, что ему тут не место. Это не его территория. Он должен находиться в долине и эвакуировать там с остальными болванами. Сегодня большой день. Я весь на иголках. Может, произойдет столкновение пяти-шести грузовиков. Элл печально известен своими выходками. Мы спускаемся с горы по двухполосному шоссе. Он себе на уме. В этом году шоссе Кокихала не дает ему покоя. Он идет на более крупные риски, чем кто-либо другой, лишь бы получить работу. У меня большой старый эвакуатор вулканы, фирменные инструменты. Чего еще желать парню? Немного снега. Но Элл не новичок в том, что касается эвакуации в высокогорной местности. Я сравниваю нас с Хэтфилдами Маккоем. Их семья занимается этим делом вот уже три поколения. А в нашей фирме только появилось третье поколение. Мы соперничаем с ними в этой индустрии на протяжении всего этого времени. Это семейное соперничество длится 50 лет. И за это время они попортили друг другу немало крови. Когда Элл обставляет меня, у меня волосы встают дыбом. Адама просто не унять. Он будет твердить об этом три дня и названивать мне, говоря «Элл обставил нас», и все в этом духе. В итоге Элл не только обставит меня, но мне еще придется выслушивать своих же парней. У них диаметрально противоположный подход к делу. Элл работает в одиночку, преодолевая большие расстояния ради выгодных заказов. А Джейми вложил миллионы долларов в свою базу сразу за городом Хоуп, прямо перед въездом на шоссе Кокихала. Ты проснулся? Заканчиваю. Бригада Джейми считает шоссе Кокихала своей территории, а Элла – нарушителем границ. Ему не нравится то, как работаем мы. Мне не нравится то, как действует он. Их грузовики блестят хромом, у меня же рабочий грузовик. Их грузовики всегда начищены. Мой эвакуатор в грязи от постоянной работы. Элл считает весь мир своей территорией. Когда я вижу другой эвакуатор, который, возможно, выехал по этому вызову, то мне все равно. Он выехал на шоссе и пытается обставить нас. Мне неприятно видеть его здесь. Кого бы вы наняли? Десятерых или одного, который работает за десятерых? Как тебе такое? Получай, Джеймс. Медленное движение, следующее пять километров. Элл задирает своего соперника неспроста. Самый лучший грузовик Джейми сломан. Новый эвакуатор с вращающимся краном за 750 тысяч долларов стоит на ремонте. Это прокладка, которая устанавливается на воздушную заслонку. Ясно. Для вала отбора мощности, который передает вращение на лебедку. Когда прокладка течет, вытекает трансмиссионное масло, поэтому ехать нельзя. Если придется ехать дальше, то готовьтесь покупать новую трансмиссию. Джейми спас трансмиссию. Но эвакуатор с вращающимся краном стоит в гараже в самый разгар сезона. Когда идет снег, нужно выезжать и ловить как можно больше рыбы. Тяжело, когда любой из грузовиков сломался, и вы не можете получить даже те крови, которые зарабатываете. После обеда экспедиторская фирма вызывает помощь по рации. Только что поступил вызов. Нужно вытащить его, он застрял. Для Элла вытащить груженую автоцистерну из канавы – это хорошая возможность подзаработать. Десятиметровая автоцистерна перевозит метанол. Она забуксовала и застряла на краю дороги. В любой другой день эту работу взял бы Джейми Дэвис. Оленя подстрелит тот охотник, который первым окажется на месте. Да, подтверждаю, спасибо всем. Тем временем Джейми все еще прохлаждается на базе, ожидая запчасть. Ты слышал об этом? Нет. О работе на вершине. Да, и что случилось? Квайринг получил ее, правда? Как ты узнал? У меня есть связи. Два грузовика Элла проехали через город и выехали, когда я направлялся сюда, к вам. Они выехали, да, оба грузовика, правда? Да. Мы направляемся к месту на вершине горы. Видите, дома вон там, на скале. Они проступают из-за облаков. Для жителей Ванкувера такой вызов – это поездка на дальние расстояния от его обычного маршрута. Это край горных львов, не светских львиц, а животных с мехом и четырьмя лапами. Чтобы доехать до места аварии, Элу приходится везти свой тяжелый эвакуатор по узкой гравийной дороге. Всегда водите с расчетом, что никто не придет вам на помощь, и с вами все будет в порядке. Вон там наш парень. Водитель пытался спуститься с горы, когда его грузовик забуксовал. На дороге слишком скользко, я скатился в канал. Не мог выбраться, попробовал пару раз. Решил остановиться, пока еще не слишком сильно увяз в канале. В цистерне находится метанол – взрывоопасное топливо, которое необходимо доставить на шахту на вершине горы. Грузовик на грани того, чтобы перевернуться. Если он перевернется, разольется химическое вещество, а это нехорошо. Я прикреплю крюк на дальней стороне и разверну его. Жмите на тормоз, пока немного не развернетесь. Если Элл будет неосторожен, цистерна может перевернуться. Жмите на тормоз! Очень скользко. Элл вытягивает автоцистерну из канавы и решается проводить ее дальше. Если мы уедем отсюда прямо сейчас, то, скорее всего, на следующем углу у него возникнет проблема. Элл буксирует автоцистерну по обледеневшему шоссе. С одной стороны дороги открывается обрыв в ущелье внизу. Поэтому он едет с минимальной скоростью. Они преодолевают три острых поворота. Но едва зайдя на последний... Автоцистерна начинает буксовать. Похоже, он застрял на последнем повороте. Полагаю, нам придется подъехать и вытащить его. Автоцистерна не может взобраться на гору. Остается лишь один способ втащить ее наверх, взяв на буксир. На шоссе Кокихала такая задача не представляет трудностей. Дорога широкая, буксировать легко. Мы высечем пару искр. Но буксировать здесь, на этих американских горках, это совсем другая история. Недавно в Норвегии тяжелый эвакуатор попытался выполнить этот же маневр при свете дня. Но колесо полуприцепа заглинило, и он утащил за собой эвакуатор прямо в обрыв. Невероятно, но оба водителя выжили. Незачем валять дурака. Взберемся на эту гору. Теперь Элу предстоит проделать такой же маневр в схожей местности, но только в кромешной темноте. Когда кажется, что все уже позади, начинается самое трудное. Даже несмотря на мощь обоих грузовиков и 12-приводного эвакуатора Элла, им едва удается проехать 45 метров, прежде чем они сталкиваются с неприятностью. Послушайте. Немного пробуксовывает. Похоже, чародейка зима вцепилась в этот полуприцеп, чтобы я не смог втащить его на гору. Но Элл снижает мощность и медленно ведет два грузовика по скользкой дороге. Тут трудно. Тяжело. Едем очень медленно. Ему воздается за его терпение. Через 45 минут они, наконец-то, достигают вершины. На шахте получили свой груз, а главный соперник Джейми записывает победу на свой счет. Ничто не повреждено, никто не пострадал. И, что самое главное, ничто не счет. Тем временем, на базе Джейми не терпится вернуть в строй свой эвакуатор с вращающимся краном. А известие о вчерашней победе Элла не добавляет радости. Конкуренция всегда очень острая. Если вы не конкурируете, не обеспечиваете работу сотрудников и техники, то вы умрете. В последнее время все больше легковых автомобилей идет по переезду Кокихала, и количество мелких аварий возросло. Чтобы справляться со всеми вызовами, Джейми нанял новичка Роба для выполнения легких заданий. Цепи слишком длинные. Это нехорошо. Следует ли мне тащить ее так или перевернуть на колеса уже здесь? Нет, но все вышло не так хорошо. Я попробовал вытащить трос лебедки, но ничего не получилось. Возьми кувалду из моего грузовика. Ладно. И постучи, он примерз. Иногда я думаю, зачем я только с ним вожусь? Может, мне следует просто вычесть с него за ущерб? Поэтому Джейми нанял более опытного водителя Кена Монгхауса, чтобы укомплектовать бригаду. Я работаю на эвакуаторе 34 года. Сталкивался со всеми типами эвакуации. Нет ничего такого, с чем бы я не справился. Джейми нанял Кена в Ванкувере, где в этом бизнесе выживают только сильнейшие. Кен понимает законы конкуренции. Он знает, кто соревнуется с ним и кто пытается обставить его, и прекрасно играет в эту игру. Мои друзья спрашивают, на какой участок шоссе ты едешь. Он акула. Поедет на место аварии, вытащит машину и привезет ее сюда. 54-й на месте. Все дело в конкуренции. Главное – победа. Нужно выезжать на шоссе каждый день и выигрывать. Выигрывать любой ценой. Это заставляет меня двигаться. Заставляет шевелиться. Джейми питает большие надежды на своего нового водителя, если только Кену удастся пережить свой первый сезон на шоссе. Мимо пролетает множество грузовиков на большой скорости. Я не вернусь в Ванкувер с поджатым хвостом, со словами, что я не подтянул. Это даже не рассматривается. Тем временем Адам курсирует по шоссе Кокихала в поисках аварий. Когда выпадает снег, нельзя сидеть на пятой точке в надежде заработать. Нужно ехать туда и работать. Необходимо постоянно слушать, что передают по расе. Он твердо намерен не позволить Эллу заполучить еще одну работу. Элл пытается отнять у нас работу. Это выводит меня из себя. Но Элл сейчас не на горе. Он решил заехать на базу Джейми, чтобы оставить там свою новую листовку. Он сразу вывел меня из себя. Привет, Джеймс. Если понадобятся услуги по эвакуации, возьми вот эту информационную брошюрку. Хорошо, это мне. Спасибо, Элл. Сегодня я не буду выезжать. Ты вывел всю работу. Отнял все без остатка. Поступили сообщения, Элл уже там. Ты обставил меня. Работаешь усерднее. Теперь у нас факсы, мы шагаем в ногу со временем. Это точно? Ты берешь на себя больше вызовов, чем все мои восемь сотрудников. Это длится уже не одно поколение. Он вытягивает деньги прямо из моего кармана. Но пока Элл сыпет соль на раны, Адам работает на шоссе Кокихала. И его настойчивость воздается старицей. Полуприцеп заблокировал все шоссе. Они сказали, что он перекрыл движение. В 9 часов 40 минут шоссе Кокихала перекрыто из-за столкновения трех грузовиков с полуприцепами. Адам первым появляется на месте аварии. Вот так столкновение, да, Терри? Обе полосы в южном направлении полностью заблокированы. Тягач, везущий этот полуприцеп, развернуло, и он все еще держит его. Его развернуло в другую сторону. Руководство шоссе попросило Адама оттащить тягачи в сторону, чтобы сразу открыть движение по одной полосе. Как только будет возобновлено движение по одной полосе, мы перекроем дорогу, пропустив транспорт. Хорошо. Сотруднику шоссе не терпится возобновить движение. Поскольку эвакуатор с вращающимся краном все еще в ремонте, Адаму приходится вызывать на помощь Хьюга, управляющего небольшим эвакуатором. Я разверну эту штуковину и оттащу ее на обочину. Но представитель руководства шоссе не уверен, что мощностей хватит, поэтому он звонит конкуренту. Как только приедет Эл Квайринг... Эллу Квайрингу. Нужно убрать этот красный грузовик с пути. Джейми отбуксирует его в ту сторону. Следующим грузовиком займется Эл Квайринг, и тогда движение возобновится по одной полосе. Меньше всего Адам хочет, чтобы эта работа досталась Эллу. Не хочу, чтобы он работал здесь. Это моя работа. Я от природы стремлюсь к соперничеству и хочу, чтобы вся работа доставалась мне. Моя обязанность — держать дорогу открытую. Так уж устроено. Если это кого-то расстраивает, тем хуже для них. Мне нужно, чтобы ты отошел с пути, Хьюга. Хорошо. Адам и его бригада торопятся, чтобы расчистить место аварии до прибытия зеленого эвакуатора Квайринга. Хьюга, можешь зацепить этот грузовик спереди и развернуть его? Просто разверни его. Попробую. Хорошо. Не волнуйся о крайне. Продолжай тянуть лебедкой. Пока что просто уберем его с дороги, развернем и передадим это дело Брюсу. Он подцепит его. Но через полчаса на место аварии прибывает конкурент. Оказывается, у Элла теперь есть ночной сменщик. Нужна помощь? Его зовут Горд. Нет, сам справлюсь. Горд — водитель Элла Квайринга. Такие парни, как он, постоянно сменяются. Без комментариев. Адам работает над одним полуприцепом, Горд — над другим. Они соревнуются в том, кто первым уберет свой грузовик с горы. Мы управимся быстрее этого чёртого гоблина. Задача, как можно быстрее открыть шоссе. Мы не хотим задерживать движение дольше, чем требуется. Развернем его за нос, и тогда я повезу его по шоссе. Тягач, который предстоит вытащить Адаму, повернут почти под прямым углом и так сильно застрял в снегу, что его не удается сдвинуть с места. Я не могу сдвинуть его. Он загружен необычайно тяжёлой древесной массой, а мне нужно его вытащить и поставить прямо. На другой стороне дороги грузовик Квайринга тоже застрял. Тепло от двигателя растопило снег, и в результате грузовик вмёрз в землю. Отломилось прямо от рамы. Нам нужно каким-то способом зацепить его. У зелёного гоблина проблемы. Но у Адама всё не лучше. Он не уверен в том, что именно не позволяет грузовику сдвинуться с места. Снег или груз. Прикрепите эту цепь где-то спереди, вокруг амортизатора. Чтобы развернуть его, полуприцеп должен остаться на месте. А грузовик тем временем развернётся. Тем временем представитель руководства шоссе теряет терпение. Горд пытается прикрепить цепи, не повредив ещё сильнее полуприцеп. Ломайте капот. Нужно убрать её, чтобы прикрепить крюк. Горд оставляет попытки сохранить капот. Он прикрепляет крюк к раме и быстро вытаскивает грузовик. Адаму удалось вытащить полуприцеп из-за снежной насыпи. Но работа ещё далека до завершения. Груз слишком тяжёлый для спуска с горы. И они не могут выгрузить его, поскольку шасси повреждено. Тягач и полуприцеп слишком сильно пострадали, чтобы расцепить их. Но везти их сегодня вечером вместе на буксире с горы слишком опасно. Мы не в силах ничего сделать. Сегодня победы не будет. Адаму остаётся только оставить повреждённый грузовик в кармане для отдыха и направиться домой. Утром Джейми возвращается туда, чтобы закончить эвакуацию. Могучий эвакуатор с вращающимся краном снова в деле. Держим шоссе открытым. Содействие по обеспечению большей безопасности на дорогах. Перед Джейми стоит следующая задача. Поднять полуприцеп над тягачом, чтобы спустить их с горы по отдельности. Я выдвину распорки. Наш главный конкурент, Зелёный Гоблин, никогда бы не сделал подобное. Он может разъезжать по шоссе, хвастаясь по радио, рассказывая всем, какой он молодец. Но на деле окажется, что у него нет возможностей или нужного оборудования. Осторожно, не поцарапай краску. Джейми гордится тем, что у него есть самое последнее снаряжение. Тяжёлый? Да, тяжёлый. Это страсть, которая началась, когда он был ещё подростком, работающим в фирме своего отца. Однажды он не смог закончить работу, так как его старый эвакуатор сломался. Тогда отец Элла Квайринга вмешался, чтобы доделать дело. У отца Элла было превосходное оборудование, намного лучше, чем у нас. Я был так престижен. Кажется, вернулся домой и плакал из-за этого, поскольку был так сильно опустошён тем, что не смог справиться с этим заданием. Я все силы направляю на то, чтобы у нас было самое последнее продвинутое оборудование, которое только доступно. И я умею использовать его для выполнения самых сложных задач, которые возникают в этих краях. Джейми сделал ставку на первоклассное снаряжение и не прогадал. Поскольку шасси полуприцепа сильно повреждено, отсоединить его от тягача невозможно. Поэтому необходимо поднять полуприцеп с одной стороны на достаточную высоту, чтобы под него подъехал второй тягач. А единственный эвакуатор, которому по плечу такое, это машина Джейми с вращающимся краном. Продень болт и подержи. Он также задействует новое приспособление, так называемый спредер. Спредер распределяет нагрузку и идеально подходит для того, что мы сейчас делаем. С его помощью Джейми сделает специальный подвес, который временно будет удерживать полуприцеп в воздухе. Заведите этот край с другой стороны. Возьмите хомут и положите на раму. Поместив подвес, он сможет поднять тяжелый прицеп над тягачом. Хочешь, чтобы Адам выдернул шкворень? Да, вытаскивайте. Как дела? Замри. Можно вытащить его. Полуприцеп сняли с разбитого тягача, и теперь его можно прикрепить к другому. Спредер отлично сработал. Мы подвесили его, теперь запасной тягач может подъехать под него. Этого мы и хотим. Хотим решить проблемы этих людей. Отправившись туда, выполнив такую большую работу, силами всей бригады, используя все оборудование, которое у нас имелось, и сделав вид, будто это не составило большого труда, я возвращаюсь домой счастливым. Внизу горы новый водитель Кэн ищет машины, которым требуется эвакуация. Еду туда, сюда, ищу того, кому нужна помощь. Нужно найти кого-то, погрузить на эвакуатор, доставить в Хоуп, и потом найти еще кого-нибудь. Работа на шоссе Кокихала отличается от работы в большом городе, к которой он привык. В Ванкувере приезжаешь на работу, заказываешь свой эвакуатор, и тебе поступает вызов за вызовом. По 12 вызовов подряд, в то время как здесь нет ничего подобного. Садишься в грузовик, ездишь по округе, ведешь себя настойчиво. Они закрывают капот, закончили делать то, что делали. Просто залили стеклоомыватель. На протяжении многих лет диспетчер посылал его на вызовы. Теперь, когда он самостоятельно патрулирует шоссе, его терпение истощается. Тут вам не платят по 20 долларов за каждый час работы. Вам полагаются проценты, поэтому если не ездить и не находить работу, то вы ничего не заработаете. Мне это показалось тратой времени. Такое мне очень не по душе, так как я люблю все время быть занятым. Не найдя ни одной аварии за 8 часов, Кэн сдается и возвращается на базу. Ставка не оправдалась. Будь это лотерейный билет, мы бы незамедлительно выбросили его в мусорный бак. Но не всех так легко привести в уныние. Адам работает уже почти 12 часов. Подъезжаю. Не торопись, дорога довольно скользкая. Подъеду на вершину горы, посмотрю, сколько там снега. Оценю, какая обстановка ожидает нас сегодня ночью. Мы работаем по 24 часа. Людей для посменной работы нет, поэтому, когда вам дают эвакуатор, то вы управляете им круглые сутки и 7 дней в неделю. Ночь – самое опасное время на горе. Температура воздуха падает, а влажная дорога превращается в гололед. В канаве машина, а вон там. Джейми Дэвис знает, что я сообщу это диспетчерской. Надеюсь, они приедут сюда. Поскольку на шоссе Кокихала нет ни одного сотрудника Джейми, работа достается конкурентам. Нет причины, по которой эти парни не могут приехать сюда и заняться работой. У них отличные эвакуаторы, на базе есть топливо. Меня огорчает, что другие фирмы получают работу, которую должны были получить мы. Позже, этим вечером, Адам рассказывает о своем негодовании начальнику. Нас всего двое. Каждый из нас может выполнять лишь ограниченный объем работы, так? А все эти парни вокруг не выполняют работу, ничего не делают. Просто невероятно. Не так ли? Да. Невероятно, чувак. Это давит на меня. Полагаю, нужно пригласить ребят и поговорить с ними, и узнать, что у них на уме. Согласен. Они думают, что их станут кормить с ложечки, давая им работу. Знаете что? В этом деле нужно шевелиться. Нужно знать, что происходит. Это действует мне на нервы. Это действует Адаму на нервы. Все на грани. Как будто их здесь даже нет. На следующее утро Джейми собирает всех водителей в кабинете. Я хочу поговорить с вами о наших легких машинах для эвакуации автомобилей. Говоря прямо, все плохо. У нас с этим все плохо. Я трачусь на страховку. Мы платим транспортные налоги. Оплачиваем ремонт, обслуживание и все остальное. А на базе нет ни одной машины. Понимаю, что никто не хочет ехать туда, торчать там, потому что там ничего не происходит. Но некоторые и так прохлаждаются тут. И если мы будем отсиживаться здесь по 8 часов, то ничего не заработаем. Значит, ты будешь просиживать здесь и не получать зарплату. Это не шутки, Кен. В канавах застревают машины. Тут работают конкуренты. Это проблема. Я не указываю на тебя пальцем. Знаете что? Нам стоит ввести смены, чтобы все выходили вовремя. Впервые слушаю об этом. Я всем говорил, что вы должны приходить утром. Ты говорил, что летом отдыхал здесь в шезлонге. И тогда ты сказал мне, когда мы выпивали, я собираюсь поступить так же. Да. И ты уже начал делать это? Неделю назад. Так что же происходит сейчас? Кен, знаешь, дело не в тебе. Ты занимаешь оборонительную позицию. Мы не ругаем Кена. Не говорим, что проблема в Кене. Хорошо, с завтрашнего дня я буду здесь в 8 утра и пробуду тут 8 часов. Нам нужно обсудить это между нами троими. Ты очень остро все воспринял. Будто мы придираемся. Дело не в этом. Проблема существует, а ты занимаешь оборонительную позицию. Я должен смотреть на это с точки зрения рентабельности, оценивать все в долларах и центах. Либо нам придется исправить положение, либо поставить грузовики на стоянку и снять номерные знаки. Вот что нужно сделать. Реальность такова. Мы не зарабатываем. Нет денег, нет грузовиков на базе. И тогда я буду вынужден, даже не я, а сам бизнес, вынудит меня пойти на это. Сократить все лишнее. Что ж, закончим на этом. И не станем обсуждать это до бесконечности. Джейми высказал свою позицию. Он очень отчетливо дал ее понять. Однако, если снег не идет, то и работы не будет. Я много ездил днем, доехал до Ларсон-Хилл и вернулся, так ничего и не найдя. Я тут новенький, поэтому мне следует прислушиваться к его совету. К совету Адама, к совету Кевина и учесть их. Но прежде чем Кен успел выехать на дорогу, ему звонят из Ванкувера. Говори, дружище. Друг, буксировщик, с которым я работал пару лет, был сбит на обочине шоссе. Он потерял обе ноги. Он мой коллега, поэтому он мне как брат. Он – это я, только другой человек. Кен выезжает на работу. Опасность этого дела отчетливо напомнила о себе. «Случись это со мной на горе, если меня собьют и не остановятся, то я останусь лежать, истекая кровью, и умру». За 25 лет в этой профессии меня ударяло и придавливало, плющило. У меня была дырка в глазном яблоке, ломалась скула, был вывих плеча, оторванный бицепс. Я разбивался. Однажды я провел 45 минут в снегу, придавленный автокараваном. Сегодня, когда похолодает и стемнеет, будет очень опасно. Вынужденный повысить результаты, Кен работает ночью. Его усилия оправдываются, когда он первым прибывает на место страшной аварии. Никто не хочет видеть меня, Джейми, либо кого-то из парней. Но когда мы им нужны, мы появляемся. Это то, чем мы занимаемся. Это то, чему мы посвятили своей жизни. И знаете что? Когда мне будет 90, никто не вспомнит ни обо мне, ни о том, как я поменял кому-то колесо в метель. Я сделал это. Я помог кому-то в жизни. Когда Кен привозит разбитый автомобиль на базу, Джейми сообщает по радио, куда его нужно выгрузить. Поставь его в гараж, Кен. Его нужно поставить в гараж, или только ты хочешь этого. Просто его будет очень сложно снимать. Так пожелала полиция, я не знаю почему. Боже, сделай так, чтобы он скатился с моего эвакуатора. Не повредив ничего ценного. Спасибо. Скоро поговорю с тобой. О, великий бог буксировщиков. Итак, сделаю всего одну попытку. Нет. Нет. Он не съезжает. Застрял там. Подождите. Неужели я дурак? Возможно, я сглупил. Вероятно, я дурак. Да, я дурак. Забыл снять трос лебедки. Устал немного. Вот так. Класс. Задание выполнено. Спасибо тебе, о, великий бог буксировщиков. И снова ты благословил меня. На шоссе 5 к северу от Сноушет. Множественное ДТП. Управление движением Фрейзер Уэлли уже в пути. Утром поступает вызов. Необходимо расчистить аварию на вершине горы. Сообщили о занесенном полуприцепе. Заблокированы две полосы. Бетонный отбойник разбросан по всей дороге. Адам выехал. Мы не позволим Элу Квайрингу прибыть туда первым. Уставший от того, что у него отнимают работу, Адам нацелился на выполнение этого задачи. Так или иначе, я должен быть там. Нужно приехать туда раньше, чем он. Не знал, что вы были здесь. Я вызвал Квайринга. Нам позвонили из полиции. Полагаю, вам стоит отменить вызов Эла. Уверен, что Эл Квайринг поносит нас сейчас по радио. Адам выигрывает в гонке до места аварии. Теперь он должен выполнить работу. Но ДТП произошло на наиболее опасном участке дороги. Тягач застрял в бетонном заграждении. С одной стороны, водители на скорости выезжают из туннеля вслепую. С другой, скользкое подножье самого длинного и крутого спуска, который дальнобойщики прозвали «разбивателем». Боже мой! Адам хочет закончить работу как можно скорее. Вон там спасатели. Первая задача – высвободить грузовик из бетонных отбойников. Мне нужно, чтобы ты сел за руль и немного раздвернул грузовик. Выкрути руль в сторону от поручни, хорошо? Не поворачивает. То, что представлялось легкой задачей. Отцепи трос. На деле оказалось сложной головоломкой из бетонных блоков. Потяни его. Хорошо? Хорошо. Отойди оттуда, Брэндон. Подожди. Тяни за трос. Я передвинул эти штуковины. Похоже, уже раз шесть. После 45 минут джонглирования бетоном… Нет, это хорошо. Адам принес победу команде Джейми. Я сам выполнил эту работу. Приехал вниз по шоссе раньше, Элла. Забавно, когда проезжаешь мимо них, они все время держат руки на руле и смотрят на тебя. А ты машешь им, зная, что они в бешенстве. Такое веселье. После долгой и напряженной недели Кэн наконец-то взял выходной. Но этого дня он страшился. Я поеду туда, узнаю, как он. Этим и займусь. Кэн едет в Ванкувер навестить старого приятеля-буксировщика, который чуть было не простился с жизнью на краю шоссе. На нижних дорогах материка сегодня были ужасные условия. Авария была заснята местной съемочной группой. Он был потрясен, увидев, как красный автомобиль врезался, проезжающая машина врезалась в эвакуатор. Друг Кэна оказался между ними. Я покалечен на всю жизнь, я покалечен. Я слышу сирены. О буксировщиках беспокоятся лишь сами буксировщики. Мы держимся друг за друга, общаемся друг с другом, работаем вместе и присматриваем друг за другом. Я мог бы оказаться на его месте, лежать в больничной койке без ноги. Надеялся бы, что мои коллеги-буксировщики придут навестить меня, и оказать мне поддержку. Постараюсь держать себя в руках и не пролить ни одной слезы. Привет, дружище. Привет. Как ты? Ну, кое-что изменилось. Боже мой, Мартин, как эта нога. Мне сделали пять операций на ней. Три на прошлой неделе. Перелом в десяти местах. Боже. Я лежу на земле. Мне оторвало ногу. Другая нога раздроблена на двенадцать частей, смотрящих в разные стороны. Ты не потерял сознание? Вообще-то я даже сам позвонил в диспетчерскую, думал лишь о том, чтобы выжить. Ты не потерял сознание и позвонил в диспетчерскую? Клянусь. Я знал, что ты крепкий орешек, но я не подозревал, насколько. Но знаешь, я выживу. У меня будет протез. Не уверен, что смог бы так же хорошо совладать с этим, как ты. Серьезно, это невероятно. Дело в том, что я бы усвихнулся. Я мог бы рыдать по этому поводу, но это не мое. Нет, ты должен мыслить позитивно. В общем-то, да. Знаю, что буду снова ходить. Предстоит мне легкий путь, но я справлюсь. Больше не сможешь позировать в бикини? Нет, но плавать буду. А шорты носить не буду. Удивительно, на что ты способен в таких ситуациях. Да. Видеть его живым и неунывающим, с оптимизмом, смотрящим в будущее с одной ногой, это так сильно воодушевляет. Он вдохновил меня на то, чтобы я продолжил заниматься эвакуацией, продолжил выполнять работу. Посмотрим, как пойдет дальше. В этом деле не принято лить слезы. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Дмитрий Полиновский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова